Как команда играла до удаления и после в рядах соперника? Первый тайм, несмотря даже и до удаления, я считаю, что нормальная игра была. Все под контролем было, за исключением, естественно, пропущенного мяча. Ну, затем игра нормализовалась, и подходы хорошие были, и моменты хорошие были. К сожалению, у Перцев два момента, еще там можно насчитать несколько моментов. Так что я считаю, что по содержанию мы первый тайм хороший очень провели. Если в меньшинстве ожидали большего или, в принципе, понимали, что команда замкнется, я имею в виду, команда соперника и будет держать оборону? Да, мы предполагали, так сделали перестановки, сделали тактические задания нашим атакующим игрокам. Играть выше, а вообще-то более агрессивней. Но, к сожалению, не удалось скрыть оборону соперника. Вы ведь перед стартом сезона этого же соперника достаточно уверенно обыграли. Что изменилось с той игрой? Ну, я думаю, ничего не поменялось. В принципе, состав соперника такой же и у нас. В принципе, я уже говорю, под контролем. Даже несмотря... Я уверен, что и без удаления мы также бы контролировали ход игры. Но существует проблема. У нас в позиционном нападении, в постепенной атаке, на проблемы эти существуют. При вскрытии глубоко эшелонированной обороны соперника. Тем более умелые. Тем более умелые. Квалифицированные футболисты собраны, поигравшие на высоком уровне. Сейчас к вам присматривается, к ребятам присматривается тренер новой команды, по сути, новый тренер. Чувствуется какая-то, может быть, ответственность у ребят, которые накладывают отпечаток на игру? Какое-то волнение, может быть, мандраж? Ну, футболист должен противостоять любым стрессовым ситуациям. Зрители, ответственность, соперник и так далее. Это тоже часть нашей подготовки. Они обязаны этому противостоять и не обращать на это внимания. Саянка когда стоит ждать? Ну, хотелось бы побыстрее, чтобы он восстановился. К сожалению, восстановление идет не так быстро, как нам хотелось бы. Вам его не хватает в этой схеме? Ну, в принципе, да.